В Польше в воскресенье пятый день подряд протестовали против закона о судебной реформе, принятого парламентом. Польские граждане и оппозиция считают, что он подрывает основные принципы демократии. Во Франции завершился Тур-де-Франс. Победу в велогонке снова одержал британец Крис Фрум. Девятилетний мальчик, которому полтора года назад пересадили кисти обеих рук, успешно восстановился после операции и уже многому успел научиться. Например, самостоятельно есть, резать ножницами бумагу и даже играть в мяч. На греческом острове Кос, где несколько дней назад произошло землетрясение, тщательно собирают обломки пострадавших исторических памятников. Власти намерены их восстановить. Десятки палестинцев атаковали израильских военных на западном берегу реки Иордан. Стычки продолжаются уже почти две недели из-за установки металлоискателей у мечети Алякса на храмовой горе в Иерусалиме. Протестующие бросали военных камни. Правоохранители применили слезоточивый газ. Это обострение в отношениях между израильтянами и палестинцами самое масштабное и кровопролитное за многие годы. Погибло по меньшей мере семь человек. Как стало известно в воскресенье, у мечети установили дополнительные камеры слежения. Также власти объявили, что убирать металлодетекторы не планируют. «Мы решаем всё взвешенно, решительно и ответственно. Мы будем продолжать так поступать, чтобы обеспечивать безопасность». Усилить меры безопасности заставил теракт 14 июля. В тот день трое вооружённых людей открыли огонь по израильским правоохранителям на храмовой горе. Погибли двое военных, нападавших ликвидировали. Лига арабских государств выпустила заявление с призывом открыть мечеть для свободного входа. Лидеры исламской общины Израиля также объявили, что проход через рамочные металлоискатели – это унизительная проверка. В знак протеста они молятся на подходах к мечети. «Эти рамки затрагивают нашу веру. Их нужно убрать, поскольку это священное место». Для израильтян и палестинцев сделаны отдельные входы в комплекс. С израильской стороны рамки стоят уже несколько десятилетий. С мусульманской их раньше не было. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил, что приостанавливает все официальные контакты с израильской стороной, пока металлодетекторы не уберут. Премьер-министр Израиля отметил, что рамки останутся, но, возможно, их будут использовать реже. Солидарность и уважение к Конституции продолжают требовать от правительства тысячи жителей Варшавы. В воскресенье в Польше пятый день подряд протестовали против закона о судебной реформе. Оппозиция считает его угрозой демократии. Законопроект разработала правящая партия «Право и справедливость». Нижняя палата парламента одобрила его, несмотря на недовольство Евросоюза. «Мы не позволим им править нами таким образом. Если власти продолжат идти по этому пути, пусть знают, что мы не откажемся от своих прав, свободы и достоинства». Согласно новому закону, назначать руководителей судов и увольнять их будет Министерство юстиции. А право выбирать большинство членов Национального судебного совета получит парламент. Совет назначает судей и обеспечивает независимость судов. При этом большинство мест в парламенте занимают депутаты от правящей партии. По мнению оппозиции, законопроект нарушает Конституцию. 19 июля первый вице-председатель Еврокомиссии Франц Тиммерманс призвал польское правительство отказаться от проведения спорной судебной реформы. В противном случае, по его словам, Польше грозят санкции. Однако на следующий день депутаты Сейма одобрили законопроект. Польские граждане потребовали от президента Анджея Дуде наложить на закон ВЕТА. «Если на президента не будет надежды, мы призовём судей не отказываться от своих должностей. Они присягали на Конституцию и могут напрямую воспользоваться ею». Между тем, демонстранты надеются, что протесты не перерастут в беспорядке. «Мне хочется, чтобы всё закончилось мирно, как это было во времена движения «Солидарность». Надеюсь, что всё пройдёт так же, и трагедии не будет». В течение следующих двух недель президент Польши может либо подписать закон, либо вернуть его на доработку, либо наложить на него ВЕТА. В Йемене продолжается самая масштабная в мире эпидемия холеры. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, сезон дождей может усугубить ситуацию. Причина в том, что заражённая вода будет распространяться быстрее и на большие территории. «Вспышку холеры в Йемене пока не удалось взять под контроль. Сезон дождей только начался, а это может увеличить пути передачи. Чтобы остановить болезнь, нужно постоянно прилагать усилия». По данным ВОЗ, с конца апреля по 19 июля в стране зарегистрировали более 368 тысяч случаев заболевания с подозрением на холеру. 1828 человек умерли. «Каждый день заболевают ещё 5000 йеменцев. Симптомы либо водянистой диареи, либо холеры». Вдобавок, многие йеменцы страдают от голода и недоедания. А у гуманитарных организаций нет доступа во многие регионы страны из-за продолжающегося конфликта между правительственными силами и повстанцами-хуситами. «Остановить эпидемию холеры мешают бои. Разруха в системе здравоохранения Йемена в результате конфликта и вспышка холеры – очень смертоносная комбинация». Согласно прогнозу Oxfam, число больных с подозрением на холеру может вырасти до 600 тысяч человек. За всю историю наблюдений такого количества не регистрировали в течение года ни в одной стране мира. Даже на Гаити в 2011 году, где после землетрясения началась масштабная эпидемия холеры. Сезон дождей в Йемене будет продолжаться до сентября. Добыть воду прямо из воздуха теперь можно с помощью устройства, созданного чилийскими специалистами. Такой аппарат очень пригодится жителям посёлков, которые расположены высоко в Андах. Примерно 40 тысяч семей в Чили не имеют доступа к питьевой воде. «Мы хотели создать технологию для получения воды такой, чтобы её можно было пить. В отдалённые регионы воду привозят на машинах, где-то бурят скважины или ещё что-то придумывают. Но такое снабжение ненадёжное, и качество воды не всегда хорошее». Авторы проекта говорят, технология проста и основана на использовании физических свойств воздуха. «Аппарат ускоряет естественный круговорот воды. Внутри образуется облако с дождём. Полученная вода очищается и стерилизуется». За несколько часов аппарат добывает до 30 литров воды. Работает от электричества. В посёлках без электроэнергии можно использовать солнечные батареи. По словам специалистов, устройство абсолютно безопасно для окружающей среды. Они надеются, что новая машина изменит к лучшему жизнь в засушливых регионах. Сотрудники компании уже начали поставлять такие аппараты в Эль-Сальвадор, Колумбию и Аргентину. Кроме того, они намерены обеспечить такими машинами и африканские страны. Для этого планируют собрать полмиллиона долларов. Рёв моторов разносится над Казанью. Захватывающие авиагонки собрали здесь почти 90 тысяч зрителей. Россия впервые приняла официальный этап чемпионата мира – Air Race. В гонках участвуют лучшие пилоты мира. Здесь требуется высокое мастерство и железные нервы. Воздушная трасса длиной в 5 километров – это петля с несколькими воздушными воротами. Их высота – 25 метров. Одни нужно проходить горизонтально, другие – вертикально. Ещё три пилона, которые расположены друг за другом, надо пройти змейкой. И всё это максимально низко над землёй и на скорости 400 километров в час. За ошибки налагаются штрафы. Победителем казанского этапа стал американец Кирби Чамблис. «Я очень взволнован. Честно говоря, не надеялся попасть и в финальную четвёрку. Даже не предполагал, что займу первое место». Чамблис показал лучший результат и на предыдущем этапе авиагонок. Они проходили в начале июня в Будапеште. На чемпионате в Казани второе место занял канадский пилот Пит Маклауд. Третьим стал американец Майкл Гулиан. Следующие этапы воздушных гонок пройдут в Португалии и Германии. Заключительные соревнования примет американский город Индианаполис. Поклонники собрались на знаменитых Елисейских полях в Париже, чтобы поприветствовать победителя Tour de France. В велогонке в четвёртый раз победил британец Крис Фрум, лидер команды Sky. «Это просто невероятно. Я ещё ребёнком смотрел Tour de France по телевизору. И побеждали всегда только французы, итальянцы или ещё кто-то. А теперь, наконец, дождались британцы. Нам выделили финансирование, у нас есть команда, и мы заняли надлежащее место». При этом победа британца – итоговая. Он впервые победил в гонке, но в этапе пришёл не первым, а 65-м. Также его отрыв от других соперников минимальный по сравнению с другими годами. «Это всё его команда. Хотя люди уходят из Sky, но всё же команда есть. Он сам может многое сделать, но ему нужны люди, нужна команда. Также мы видим огромную поддержку со стороны британцев». Французские болельщики ждали победы от своего соотечественника Ромена Барде. Некоторые говорят, что тот пока не раскрыл весь свой потенциал. «Ромен Барде – чемпион. Он молод, у него много талантов, которые ещё не раскрылись. Думаю, через несколько лет он сможет победить в Tour de France». «Крис Фрум выиграл Tour de France уже в четвёртый раз? Молодец. Обидно, что французы приехали вторыми или третьими. Да, третьими. Но хорошо, что на пьедестал они всё же попали». На втором месте оказался велогонщик из Колумбии Ригаберто Уран. Гонка проходила по дорогам Люксембурга, Бельгии, Германии и Франции. Протяжённость маршрута – 3540 километров. Tour de France – самая престижная велогонка мира. Проводят её уже более ста лет. «Это история о надежде, мужестве и новаторской медицине. Юный американец Зайан Харви – первый в мире ребёнок, которому успешно пересадили кисти обеих рук. Операцию ему сделали полтора года назад в детской больнице Филадельфии». «Теперь Зайан может писать, резать бумагу, бросать мяч и многое другое, чего не мог делать раньше. Но этому предшествовали упорный труд, физические страдания, кропотливая работа врачей и, конечно, поддержка близких». «Я всем обязан своей маме. Она помогала мне в самые тяжёлые дни моей жизни. Мама сказала, что мне нужно научиться делать всё самому, прежде чем просить кого-то сделать это вместо меня. Она лучшая мама на свете». Зайан потерял руки и ноги в два года из-за тяжёлого сепсиса и гангрены. Кроме того, у него отказала почка. Донором стала его мать Пэти Рэй. А возможность пересадить руки появилась, когда мальчику исполнилось восемь. Сложная операция длилась 10 часов. Через несколько дней Зайан уже смог пошевелить пальцами. Затем началось длительное восстановление. Не обошлось и без осложнений. Но Зайан держался молодцом. «Он справился на удивление хорошо. Восстанавливался лучше, чем взрослые после обычной операции. Я никогда не слышал ни звука от Зайана. Не слышал ни плача, ни жалоб. Не видел, чтобы он отказывался от терапии. Он просто замечательный человек». Зайан растёт и его новые руки тоже. Обследование показало, что мозг мальчика принял пересаженные кисти как свои собственные, благодаря чему появилась чувствительность. «Он стал самостоятельный и уже не нуждается в моей помощи, когда нужно принять лекарства. Иногда я думаю, неужели ему больше не надо помогать. А в следующем году мне и печально, и радостно. Я за него счастлива». Между тем, Зайан не видит в самом себе ничего необычного. «У меня не было рук, а теперь есть две. Всё остальное – прежнее. Мои друзья не изменились, относятся ко мне так же, а я всё тот же ребёнок». Последствия землетрясения на греческом острове Коз. Вот так теперь выглядит старинная мечеть Дефтердар в центре старого города. Её построили в 1725 году во времена Османской империи. Теперь городские власти планируют убрать и сохранить обломки, чтобы потом достопримечательность можно было восстановить. То же делают и с несколькими другими пострадавшими памятниками архитектуры. «Ситуация на острове хорошая, за исключением двух, трёх или четырёх мест. Некоторые старинные части города были повреждены». Пострадали также ещё одна мечеть XVIII века, крепостные стены византийской эпохи и некоторые музейные экспонаты. «Археологическая служба будет решать вопрос с реконструкцией на следующем этапе. Первым делом нужно забрать обломки на хранение. А затем соответствующие организации найдут лучшее решение». Землетрясение произошло в Игейском море утром 21 июля, в самый разгар туристического сезона в Греции. Сила подземных толчков составила 6,7 балла. Сообщается о двоих погибших туристах – из Турции и Швеции. Их придавило рухнувшей крышей бара. Около 120 человек пострадали. Между тем, уже в субботу туристическая жизнь острова Кос снова начала возвращаться в привычное русло. Каких-либо серьёзных повреждений курортной инфраструктуры не произошло. При этом некоторые туристы признаются, что побаиваются. Кто-то предпочёл ночевать на пляже. «Мне действительно страшно. Каждый вечер. Потому что толчки продолжаются. Это пугает». Многие достопримечательности Коса остаются открытыми для посещений. «Спустя сутки вообще не было никаких проблем. Всё вернулось к норме. В отеле, где мы остановились, всё было просто чудесно. Всё работало без сбоев. Было только 30 секунд грохота во время землетрясения. А потом мы и забыли про него. Так что всё хорошо». «Жизнь продолжается. Течёт, как обычно. Сейчас веселье и развлечения нужны нам даже ещё больше, чем обычно». В результате этого землетрясения пострадала также и Турция. На окраинах Бодрума разрушены жилые дома. Национальный центр космических исследований Франции представил в Париже новый космический спутник «Венус». Его миссия – наблюдать за окружающей средой Земли. Аппарат разработан совместно с Израильским космическим агентством. «Венус – это франко-израильский спутник с научной и технологической задачами. Он будет каждые два дня наблюдать за растительностью планеты и делать снимки высокой точности. В каком-то смысле это поможет остановить изменение климата». Спутник будет наблюдать за 110 объектами, представляющими ценность для науки. Расположены они в 40 странах на пяти континентах. Каждые два дня на Землю будут поступать снимки с большим разрешением. «Это вдохновляет, потому что подобный спутник, пролетающий над объектами каждые два дня, первый в мире». Последние несколько лет исследователям были доступны снимки, полученные спутниками семейства «Сентинел». Но они присылают данные каждые пять дней. Аппарат «Венус» запустят 1 августа с космодрома Куру во французской Гвиане. Его миссия продлится три с половиной года. В Йемене продолжается самая масштабная в мире эпидемия холеры. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения, сезон дождей может усугубить ситуацию. Причина в том, что заражённая вода будет распространяться быстрее и на большие территории. «Вспышку холеры в Йемене пока не удалось взять под контроль. Сезон дождей только начался, а это может увеличить пути передачи. Чтобы остановить болезнь, нужно постоянно прилагать усилия». По данным ВОЗ, с конца апреля по 19 июля в стране зарегистрировали более 368 тысяч случаев заболевания с подозрением на холеру. 1828 человек умерли. «Каждый день заболевают ещё 5000 йеменцев. Симптомы либо водянистой диареи, либо холеры». Вдобавок, многие йеменцы страдают от голода и недоедания. А у гуманитарных организаций нет доступа во многие регионы страны из-за продолжающегося конфликта между правительственными силами и повстанцами-хуситами. «Остановить эпидемию холеры мешают бои. Разруха в системе здравоохранения Йемена в результате конфликта и вспышка холеры – очень смертоносная комбинация». Согласно прогнозу Oxfam, число больных с подозрением на холеру может вырасти до 600 тысяч человек. За всю историю наблюдений такого количества не регистрировали в течение года ни в одной стране мира. Даже на Гаити в 2011 году, где после землетрясения началась масштабная эпидемия холеры. Сезон дождей в Йемене будет продолжаться до сентября.